Добрый день, друзья! Мы сегодня в Пулково, воздушные ворота Петербурга. Не знаю, бывали ли обзоры на ютюбе на Пулковский аэропорт, на Санкт-Петербургский аэропорт, но сегодня одно из таких видео. Мы находимся на первом этаже, это зона прилета, здесь обычно люди выходят. Соответственно, покажите нас налево, направо, наверх, там у нас входы на отправление, это уже второй этаж Пулково. Ну и, соответственно, таких входов у нас два, слева и справа. Обычно автобусы рейсовые приходят на второй этаж, прям там выгружается, соответственно, отъезжает 39 автобус прямо отсюда. Ходят достаточно часто, как вот вы видите, люди выходят бегом сюда и сразу на автобус и едут в город, прямиком до станции метро Московская. Сейчас отходит 39-э, экспресс, без остановок, ну и также просто 39-й. Ходят достаточно часто. Сейчас тут, наверное, есть расписание и какой, где едет, ну и его маршрут. Собственно, вот уже и сразу 39-й простой подъезжает. Вот, есть вариант подняться на второй этаж через эскалатор, такой промежуточный, там проход к гостинице Пулковской. Да, у аэропорта рядом есть гостиница. Вот, а я сейчас потихоньку буду входить в аэропорт. В принципе, можно и здесь зайти, вот, для тех, кто на отправку, точнее на прилет, господи. Ну, мы пойдем сейчас поднимемся на второй этаж. Я узнаю, человек с крыльями у нас тут. Вот, поднялись на лифте, на второй уровень, куда приходят автобусы. Поворачиваем налево и идем на отправление. Вот, зона отправления. Видно взлетное поле. И, конечно же, нас встречает зона контроля. Вот, я уже и прошел первый контроль. Здесь у нас стойки регистрации. Ну, собственно, с этого места у нас начнется небольшой обзор аэропорта Пулково. На первый взгляд, аэропорт Пулково, по крайней мере, вот эта зона, в которой мы сейчас находимся, выглядит так, как будто здесь два этажа. На самом деле три. Есть полуторный, промежуточный, ну, в общем, второй. Сейчас мы пройдем по первому. Идем в первому. Третьему. Зона отлета. Здесь стойки регистрации и гейты. Уже не гейты, а выход зоны контроля дополнительного. Особо здесь интересного ничего нет. Спускаемся на второй этаж. Второй этаж больше такой челаутный. Здесь больше для ожидания. Здесь некоторые спят, отдыхают. Вот уже видно первый этаж. Мы вот на этом полуторном. Здесь стойки регистрации или покупки, покупки авиабилетов, авиакомпаний. Здесь есть, кстати, капсульный, капсульный гостиниц. Такого плана. Собственно, при желании можно даже поспать с комфортом. Смотрите, там пледик, подушечка и чьи-то тапочки. Кто-то уже там спит. Ну, а кто-то по старинке на креслах. Опять же, все кресла с подлокотниками. Соответственно, спать на них совсем неудобно. На продуктах питания акцентирую внимание. Такой полуэтаж Андресоль. Мы спускаемся на первый этаж. Это зона прилета. На первом этаже есть Макдак. Вкусная точка. Магнит косметик. Цветы для тех, кто забыл навстречу купить цветочков. Вот обычно здесь прибытие один, и народ выходит с самолетов. И встречающие стоят здесь и в ожидании проследуют дальше на выход сразу. Можно заказать сразу такси через стойку в аэропорту. Она находится вот там еще, за теми дверьми. Собственно, пока ты идешь с прибытия, там, где выдают багаж, можешь по пути заказать себе такси. По-моему, у них коллаборация с Яндексом, поэтому будет простой Яндексовский тариф. Какое-то шматье. Подарки, книги Юпитер. Здесь прибытие 2. Это уже с международных рейсов. Зона прибытия 1. Это внутрироссийский, как правило. Даже вот это и прикол. Этого не было. Даже какая-то часовня имеется. Вот. Да, часовня. Благодатное небо. Внутрь. Яндекс. Яндекс. но здесь на за стеклом сейчас зона контроля и в ходе на первом уровне при входе в аэропорт принципе можно приехать на первом этаже войти зоне прилета и подняться уже на эскалаторе на зону отправления такой маленький лайфхак потому как на входе на первом этаже гораздо меньше людей цены кстати в аэропорту такая будет нас лакмусовая бумажка вкусные . то есть все кто знает тот знает цены и городе сколько он сейчас вам покажу сколько будут стоить тот же самый знаю новинки скандинавский 475 ну и комбо с ним или же возьмем даже простой кофе собственно am america на разница бургеры говядюшка собственно аэропорту гораздо дороже ладно 1 этаж обошли 2 этаж обошли идем в зоне контроля уже на посадку в аэропорту забавная инфо изба старорусском стиле с инфонуркой ну и там указатели родные просторы и забугория что налево отправление внутренние рейсы направо отправление международные и здесь нас встречает баба-яга на ступе на первом воздушном средстве передвижения сказочном 2 пусть будет змей горыныч такого нас яркое солнце сегодня в петербургах ладно идем в зону регистрации внутренних рейсов как я и сказал это слева от входа там кстати произошли тоже небольшие изменения мне кажется в лучшую сторону имею ввиду организацию прохода больше калиток сделали сейчас мы к ней подходим как раз калиток то больше как обычно работают две они две ладно соврал 33 здесь и 2 здесь а живет еще там есть встретимся уже за зоной вот мы прошли зону контроля проходим зоны ожидания вылетов делаем обзор на старую часть пулского аэропорта кто не в курсе то вот часть которой мы сейчас идем это был весь аэропорт для внутренних рейсов был еще полкова 2 там все внешние внешние рейсы международные так называемое здание пяти стаканов здание старого аэропорта старое здание умеет название зоне пяти стаканов ставлю кадры когда приезжали к аэропорту там их очень хорошо выход в город она осуществляется через новое здание старого здания сделали зону ожидания вылетов когда вы уже прошли все контроли соответственно у нас вторая часть видео будет по лучшим традициям всех аэропортов нас встречает которые мы никак не смогли миновать у него придется пройти цены показывать не буду и не имеет смысла с международными аэропортами они вообще сравнивать бессмысленно очки часы бюджетерия от соколова шуманданчики хотел от фарша дизайн на полу серая дорожка направляет не забудетесь как говорится на сладкое сладкое и шоколад мороженое горит долго и коротко из трубила делается в старом здании у кого вот эти световые окна стаканами то рюмки раньше все было здесь входил в аэропорт здесь у тебя были стойки регистрации тут же слева справа были зоны контроля очень мало места было тесно сейчас все возможные рестораны чтобы вас чем-то занять и ваш рот с желудком в ожидании вылета специальные магазины кашни и звенитовские футбол и хоккей фанаты скажите и поэтили из амуниции свежие фильмы свежие фильмы свежие фильмы ребята этот петр к которому мы сейчас идем шел в одиночестве и рядом с ним можно было неплохо сделать Вот для тех, кто давно не бывал в Пулково, найдите 10 отличий. Если вы помните, у них была дона из-за прилёта, там с самолёта выходили. Даже здесь просто одна из зоны ожидания. Световое окно. Ну а здесь начинаются все эти киты, выходы к самолётам. Дойдём до конца. Нам не сложно. Обычно люди плохо сидят на своём сумке, на улице, на улице, на улице, на улице. Тяжело, понимаете? Так, правильно будет. Магик. Такое занесённое поле. Так, это была круга. Ну и, конечно же, здесь ещё один уровень. Там же китай-9-й. Мы два или три не будем отпускать. Разрушаемся, и ребёнка будет скорленно. Так, вот мы оказываемся снова в старом здании аэропорта Пулково. Здесь детская зона. В принципе, для тех, кто очень давно был в аэропорту. Ну, для вас тут очень будет много нового. Насколько мне помнится, здесь, как раз где Пётр, а имею в виду эту фигуру, заканчивалась зона контроля. Выходя из зоны контроля, оказывался вот перед этой лестницей. У тебя было два пути вверх или вниз. То есть, на нижний уровень здесь зоны гейта, гейта. Здесь уже подъезжают автобусы. И на автобусы перекатывают до самолётов. А на втором уровне сделаны коридорные системы. Москва, Нижний Новгород, Иркутск. В улице. Здесь вот этот ресторанчик Биф. У них очень выгодные места. Ну, не с шикарным, но с видом на звётную полосу. И вот такие классные столики. Можно взять кофеечку и здесь ожидать свой рейс. Пифчик берёт. Ну, а вот мы в правый край вышли здесь. Как раз начало выходов на посадку. Цифра 1. Есть места, где присесть. В отличие от левой части, ещё один Юпитер с подарками. в Кострому. Ну, и у нас остался ещё один уровень. Здесь поднимемся. Здесь как раз место для курения. Навигация нам говорит. Старые мраморные ступени. Ещё те самые с того самого времени. Ну, и общий план сверху. Зона ожидания. У нас люди идут. Те, кто прилетел. Идут в новую часть, дабы увидеть из аэропорта. Ну, а здесь у нас встречает ещё одна вкусная точка. Ну, и вот ресторан Батбургер. Сквозь него проходим, не останавливаясь. И попадаем в зону курения, которая прямо на улице. Здесь световые окна, засыпанные снегом. Собственно, и вторая часть обзора аэропорта Пулково заканчивается. В третьей будет уже зона прилёта. Для меня это будет через какое-то время. Для вас пара секунд буквально. Ну, и ещё раз общий вид на аэропорт. На зону ожидания. И встретимся через 2 секунды. Тем временем уже смеркалось в Петербурге. А у нас зона прилёта. Идём по коридорам, азиматам, лабиринтами пулковскими. Идём по коридорам. Идём по коридорам. Идём по коридорам. трансфер границы между новыми старыми зданиями границы а вот сверху как раз зона контроля поэтому балкончик ведешь у нас на таких лентах выдача багажа все достаточно доступно и как-то сразу пишется с каких рейсов здесь планируется выдача чьи-то одинокие чемоданы тут на карусели катаются по ходу следования там было много ну и остается последний рывок о кстати здесь розы багажа стоечки для тех кто где-то оставил информация о том как добраться в город вот так я говорил ранее от багажа выходу слева стоечка как раз заказа такси как показывает практика можно также через приложение вызвать абсолютность все же вероятности стоимости здесь у нас глядильщики встречаются стоят а вот как раз мы идем по правую руку выходу а вот как раз заказа и 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 вот мы оказались на площади перед аэропортом пулково возвращаемся к тому человеку с крыльями и вот он у нас с лидерами и как раз автобус 39 который идет до метров пулково Ну, а я говорю вам всем спасибо, что посмотрели мой такой сумбурный обзор на аэропорт Пулково, теперь вы все знаете о нем и не потеряетесь, надеюсь. Спасибо, всем пока. Продолжение следует...